Так почему, блин, богатый очень, а ты не очень? Ну, я тоже богатый человек. Ну, нет! Блин, тебе 45, или сколько тебе? Да, блядь! Тебе как, нормально? Да какая, блядь, разница? Это сейчас уже есть. А что ты вообще хочешь? Понимаешь, вот, ну, проведение там тренингов, мероприятий, это круто. Я это обожаю, я это люблю. Я бы был бы, наверное, более счастлив, максимально счастлив так, как я хочу, в момент, когда я могу выйти на сцену там, где я хочу. Ну, представь, песок, это моя сцена. И я вот, вот это, я вот от этого я хочу кайфовать. Да, потому что я это сейчас и делаю. То есть, то, что ты сейчас делаешь, да. Даже, грубо говоря, если мы говорим о каком-то большом количестве людей, например, предположим, что это даже 5000 человек, да? Все, что нужно сделать, оно не делается когда-то. Делается сейчас. Оно делается сейчас. И единственный момент, когда ты можешь это сделать, как бы, это сейчас. Все остальное, оно, ну, его не существует просто. Если я хочу сделать тренинг, стратегию на 2000 человек, но вот тут, что мне нужно делать? Сделать. Здесь? Сделай. Хорошо. Спасибо. Следующий. Мне кажется, что люди как-то очень усложняют мир, вообще усложняют жизнь. Каждый придумывает тысячу причин, почему это нельзя сделать. И даже как будто кажется, что это невозможно. Почему эти желания сделать 2000 людей? Мне нравится масштаб. Я обожаю. Потому что, стоп, 50, я проходил. Смотри, можно масштаб делать через одно, что-то другое через другое. Короче, человек вот чем-то занимается в жизни, он что-то привык делать. Например, он привык сделать бизнес. Но на самом деле, как бы, любой человек, он хочет проживать весь спектр эмоций. Он хочет проживать и радость, и счастье, и гнев. И из-за того, что он просто тупо, и вся его жизнь это бизнес, он в этот бизнес засовывает все туда. Все эти виды эмоций, все-все-все, все свои желания, все абсолютно, все, что он хочет делать, он все загружает просто в этот бизнес. Деньги и, например, управление деньгами, искусство управления деньгами, это суперспокойная, скучная работа. Спокойное управление. Потому что в управлении деньгами, финансовых рынках и так далее побеждают те, кто очень долго, спокойно, долго управляет капиталом, стратегическое видение. Бедные отдают туда деньги, да, фондовые рынки, а богатые себе забирают, потому что умеют ждать. А бедные ждать не умеют, и поэтому они постоянно теряют. И люди, которые не понимают, что разные типы эмоций, они созданы для разных сфер жизни, они пытаются все засунуть в одно. У них есть вот какая-то там 100 тысяч рублей, и они пытаются из них выжить просто максимум. То есть они с помощью этого устраивают себе вот эти эмоциональные качели, горки, страдают по поводу того, что они закончились. Потом они радуются по поводу того, что у них опять есть 100 тысяч рублей и так далее. То есть, как бы, понимаешь, да, все это, все внутри одного. И реализуется, получается, чувство, которое в семье нужно отдавать, они отдают там. Это для них семья. Да, некорректный способ. То есть сотрудники для них семья. И это тебя тоже касается. Понимаешь, то есть ты говоришь, я люблю, я хочу масштаб, и я хочу здесь вести тренинг. Скорее всего, существуют ограничения, ну, физические ограничения по поводу того, что на Маврикии может прилететь меньше людей. Эти люди у них там, ну, то есть есть какие-то вещи, которые, опять же, они не объективны. То есть есть огромное количество очень богатых людей, которые бы хотели оказаться здесь. Есть огромное. Они просто по какой-то причине не поняли, что им сюда нужно. Или к тебе нужно, или кому-то еще, кому угодно. Просто ты можешь разделять то, что ты хочешь, разделять, например, масштаб. Это бесплатные концерты или платные концерты. Очень много людей собирает на концерты, очень много людей, ну, там, сотни тысяч человек, да, в мире вообще в целом такое возможно. И масштаб можно делать там. То есть, окей, масштаб закрепили, все, желание масштаба есть, все, оно туда. А то, как ты влияешь на мир, вот мое, ну, вот я, я вот так сейчас вот чувствую, может быть, оно изменится через какое-то время. Но что самая лучшая возможность влиять на мир, это влиять через других людей, которые находятся прямо сейчас рядом с тобой. Это самое-самое высокое влияние. И от уровня тех людей, на которых ты влияешь рядом с собой, а это люди, которые у тебя, которые заплатили тебе деньги за то, чтобы ты помогал им. Если они не заплатили, то это друзья, которым ты даешь бесплатные советы, а бесплатные советы никогда не работают. Но если они заплатили тебе, и они находятся рядом с тобой, от того, сколько они заплатили, зависит их уровень. И чем больше они заплатили, тем выше их уровень, тем лучше тот продукт, который они создают сейчас в мире. И тем больше, если у тебя есть нечто, что ты считаешь может повлиять на их результаты, если ты им его дашь, вот это нечто свое, то они раскроют свой результат еще гораздо сильнее. И твой уровень влияния на людей не через 2000 человек, которых ты насильно привез на Маврикии, и они заплатили там какие-то последние деньги, им плохо, они находятся в состоянии стресса, потому что они, блядь, реально отдали последние деньги. Кто-то кредит взял, еще что-то. То есть это не надо так. Надо те, кто уже достаточно хорош для того, чтобы для него это было вообще банально, нормально, очень, ну, как бы очень просто. Но это высокоуровневые люди, из которых ты влияешь на мир вот этими способами. И каждый из них влияет по-своему. Человек, который строит дома, например, влияет по-своему. Серфер инструктор влияет по-своему. Каждый влияет. И от масштаба человека зависит то, насколько он помогает другим людям. И все, что тебе нужно, это собрать тех людей, которые суперкрутые, помочь им стать еще более крутыми. Потом они передают свои знания, свою жизнь, свой уникальный опыт, в который чуть-чуть домешано моего. Они передают дальше следующим. И дальше, и дальше, и дальше. И от этого, то есть, а моя идея же простая, чтобы каждый находился, первое, в классном состоянии. Вот то, что тебе сейчас не хватает, вот глобально, это классного состояния. Я вот, ну, это у меня такое ощущение. Классно станет, потому что невозможно быть в классном состоянии, когда ты постоянно заебан. Первая мысль у тебя возникает. Я сейчас буду меньше работать, будет меньше денег. Нет. Это наоборот не так. Нет, это даже подтверждалось. Да, то есть, должен быть, да, то есть, суть, смотри, должно быть сбалансировано в жизни то, сколько времени ты уделяешь своему состоянию себе, что ты делаешь для этого, да, какой радостью ты наполняешь себя. Если ты хочешь быть артистом, будь им. Ты можешь здесь бахнуть гораздо сильнее, если ты будешь этим больше заниматься. А ты этим занимаешься все равно на полшишечки, потому что ты большую часть времени готовишься к тому, что на самом деле тебе уже не очень интересно. Потому что, ну, никому не интересно говорить 150 раз в год одно и то же. Блин, ну, это неинтересно. То есть, если ты хочешь реализовывать себя, как сделать масштаб, то делать его самое крутое через творчество, потому что творчество – это самый большой язык, на котором разговаривают люди. Это музыка, это кино. Это то, что, как бы, трогает любого человека. Через музыку можно влиять на очень большое количество людей. Ты как артист, да, то есть ты как человек, который делает масштаб, и есть тот, кто влияет на очень крутых людей рядом с собой, да, и дальше эти люди дальше по цепочке влияют друг на друга, и все. И то, что ты сделал первый шаг, и тоже ты взял наставничество, это просто, ну, это очень круто. У тебя было за тот год, условно, 30 миллионов рублей, да, чисто ты заработал, 300 дней примерно по 10 часов. 3000 часов стоили 30 миллионов рублей. 10 тысяч рублей в час. Да. Тебе как, нормально? Это как на консультацию привезти человека и взять с него 10 тысяч. Тебе нормально было бы, если бы ты давал консультации, индивидуальный час с человеком в 10 тысяч рублей? Не, они у меня уже 5 лет назад были 25. Да. Они сейчас должны быть очень сильно, гораздо сильно дороже. Твой час стоит дороже, понимаешь? И то, что ты сейчас вот этим занимаешься, как бы вот этими мелкими всякими чеками, все такое. То есть опыта очевидно много, экспертизы очевидно много, просто оно помножено сейчас на что-то некорректное. И вот это нечто, и нужно чуть-чуть поменять. Вот с этим можно оставить это в покое, экспертность твою оставить в покое. Но форма взаимодействия с миром и форма взаимодействия с самим собой. И то, что ты, как бы ощущение самоценности. Вот здесь нужно подкрутить, понимаешь? Крутим. Да. У меня есть еще очень важное ощущение, да, я хочу передать. Вот вы приехали, Серега, сюда. У тебя ощущение, короче, что ты сын, короче. Вот ты сын, ты приехал с батей. Это нехорошо, неплохо. Вот сейчас так, ребенок не может зарабатывать много денег. Бать, а можно мы на песке тут сделаем тренинг? Бля, тебе 45, или сколько тебе? Я, ты. 42, да? 42, да, не, 43. 43. Ну, это не, нет, так не должно быть. От ощущения того, что ты ребенок, ну, ты не можешь брать большие деньги, потому что дети, они играются просто. Классно иметь сильного партнера, это офигенно, это круто. Я делаю бизнес с партнерами, это офигенно. Просто вот эти вот там, вам надо сбалансировать внутри, понимаешь? Это должно быть твои решения, которые ты делаешь. И из-за этого понятно, что ты не можешь проявлять вот это вот свое, свою индивидуальность и то, насколько ты крутой. Оно сложно. Я точно разделяю, что я хочу делать, что я не хочу делать. Я не хочу лезть в финансы, я не полезу. И не надо. Я не хочу лезть в организационные какие-то вещи, я не лезу. Это мне скучно. У нас есть таблицы, я в них не лезу. Я, ну, не готов, ну, не хочу. То есть Сергей говорит, посмотри там таблицы, еще я не хочу. То есть в этом разделении есть. И, ну, такого нет, что разрешение, давай на песочке или давай вот здесь вот. Оно так звучит сейчас. А, звучит. Ну, тогда да. Может быть, я вообще... Прикольно, я в эту сторону не смотрел, мне просто надо подумать. Потому что такая интересная штука. Я с тобой соглашусь по поводу решений, то есть, в частности, например, где проводить, что проводить. Я вообще, ну, но я именно и не хочу этим заниматься. Смотри, ты не хочешь этим заниматься, знаешь, почему? Потому что сейчас там полный пиздец для тебя. Потому что тебе, если тебе придут, они будут говорить, Дим, у нас еще 20 концертов в этом месте. Скажите, я не хочу тебя заниматься. Ну, конечно, я не хочу тебя заниматься. Ты, потому что не берешь ответственность за себя, ты говоришь, ребят, сами решите. И потом ты, конечно, ты потом умирающий. Потому что там плохо, как комната, в которой ты открываешь, а там гараж старый, знаешь. Вот кладовка твоя, понимаешь, этими клыками. Если ты начнешь делать то, что ты хочешь, короче, говорить, то есть, там будет конфликт, конечно. Если, вот классно, что Серега здесь, потому что, если он тоже увидит, что на самом деле тебя можно, как бы, чудать, ну, как бы, вот, чтобы ты сам решал, в каком формате, что, как, какие чеки и так далее, да. Но это ты можешь сделать только тогда, когда оно в две стороны, понимаешь, работает. Когда будет больше, как бы, ну, ты будешь сам принимать решение, все сам говори, я вот так хочу, и это твое видение. И вот если это произойдет, и ты поймешь, что, блядь, да я крутой чувак, вообще, Тони Робин, что Тони Робин, что? В чем его отличие? Отличие? Да, ну, то есть... Большое? Какое? Очень огромное. Нету никакого отличия. У меня очень душевно, у него нет. Хорошо. У меня очень шикарно. Так почему, блядь, богатый очень, а ты не очень? Ну, я тоже богатый человек. Ну, нет! Ты сравни, ну, сколько там денег? Ну, наверное, опыта больше, наверное. Да какого опыта, там денег просто больше, и все. То есть там ощущение, что он, я, Тони Робинс, понимаешь? А у тебя ощущение, ну, у меня душевно, концерты даю за 2000 рублей, за 3. Вот это уже, пожалуйста, корректировать. Да. И в тот момент, когда ты примешь решение, а его, как мы помним, постепенно принимать нельзя, можно только сейчас. Что ты хочешь делать, а что ты не хочешь делать? Если ты не хочешь делать 50 концертов в месяц, да, то ты просто не хочешь все. Вот игра в обязательства, вот это вот то, что я должен, там, и вот есть какой-то, мы там забронировали, еще что-то. Ну, окей. Ну, сколько, на сколько тебе еще хватит? Ну, лет на 10. Ну, вот. Может, на 20. Ну, ты будешь, ты представляешься, в каком ты будешь в состоянии, если ты будешь так делать? Ну, Серега, я слышу, о чем ты говоришь. Я же, ну, у меня это ощущение, что ты думаешь, что я что-то спой, я, наоборот, слышу. Я просто, ну, смотри, я нельзя убирать тот факт, что я тащусь от того, что я делаю, это надо не забывать. 100%. Но нельзя делать, это 50 концертов в месяц. Да почему нельзя, если я тащусь? Ты не хочешь это делать? Нет, ты сказал, я здесь хочу это делать, я не сказал, что не хочу. Погоди, ты 10 раз говорил, ты 10, сколько раз он говорил уже, что он за***т, вот сколько раз? Нет, 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 нет. Это самое популярное, что ты делаешь? Ты скажешь, что я за***т? Ты правда? Да ты скажешь, ты постоянно это говоришь? А транслируешь или говорю? Или говорю, когда? Усталость, ты прими это, что ты за***тный. Мне тоже нравится, но если я буду сидеть 360 дней в году и вот так вот снимать вот это, я за***т, понимаешь? Мне нравится то, что происходит. И мне нравится серфинг. Ну, просто не надо это делать каждый день. Да ты каждый день это делаешь? Ты месяц оттуда, два не вылазишь, три не вылазишь, четыре каждый вечер. Дим, я серфлю, смотри, я серфлю примерно 30 дней в году. 30 дней в году надо работать. Это даже много. Раз в месяц вот это делаем. Вот, 12 раз в год. Это вот достаточно. От того, что ты много делаешь, это не становится более полезным людям. Потому что, еще раз, вот этот баланс, мое состояние, что мне нравится, и мой опыт, который я перемножаю, да, одно на другое. Вот у тебя, когда ты даешь вот этого много, у тебя вот этого становится мало, и оно все равно перемножение еще хуже дает, понимаешь? И как только, и еще умножаешь на ту аудиторию, которую ты это транслируешь. Если она супер высокоуровневая, и она заплатила много денег, чем доказала, что она высокоуровневая, тем больше ты даешь пользы, тем им становится полезнее. И ты становишься в кайфовом состоянии. Как бы ты хотел через 5 лет, вот сколько у тебя, чего, сколько ты выступаешь, с какими людьми ты общаешься, что ты делаешь? Нет, 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 я все слышу, ты задаешь обычные и стандартные коучинговые вопросы, которые правильные, они такие должны быть. Нет, я не... Смотри, например, вот я сейчас тебе говорю, что я где-то нахожусь через 5-10 лет, зал у меня там пару раз в году в Москве, там 10 тысяч человек, остальное время я где-то здесь. У меня есть какая-то определенная публика, как раз какие-то определенные разборы. Вероятно, всего есть какие-то определенные, ну что-то типа, не мастер-классы, а мастер-майнд какой-то, где люди приезжают сами. Это стоит там каких-то, вот Ситников, например, да, ездит. Мне очень прикольно. У него тренинг стоит 250 тысяч в 2 вечера. А есть выездные тренинги, которые стоят, например, там, ну я не знаю, полтора-два миллиона, и люди с ним приезжают, и просто он отдыхает. Ну, какие-то места силы. Еще не напоминает? Ну да, 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 верно, да ты все правильно говоришь. И как раз к этим вещам, все, что делается сейчас, это и есть плацдарм этого. Нет! Подожди, подожди, я договорюсь. Два концерта, мастер-майнды в разных местах мира. Да. Что еще? Ну, давай пока на этом остановимся. Остальное отдыхаем. Семья, дети, да. В какой момент времени принимается решение? Постепенно или сразу? Верно, ты все правильно говоришь, сейчас. Но есть один маленький нюанс. Смотри, Сергей Косенко, который 10 лет шарашил, чтобы к этому прийти. И стой, 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 стой. Добился аудитория в 6 миллионов, а у меня 4 тысячи. 5, 5, все, 5, 5 тысяч. Может ли мне позволить этот вот, этот ресурс, который у меня существует, делать то, что делает Сергей Косенко? Да, блядь! Конечно. А что тебе не позволяет? А я хочу и спросить, почему все говорят, да, но у них этого нет. В тот момент, когда ты сделал, вот я тебя попросил, да, сказать, продать на сцену, тебе сколько пришло? 50 вышло на сцену. 50, ты чё? Да. Как ты думаешь, достаточно ли тебе 50 умножить на... Да, но где эти люди после 2000 онлайна? Йо, оффлайна! Я об этом и говорю, что они пришли на оффлайн. Дима, 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 успоко. В этом и... Дима, подожди. Да, я на эмоциях твоих. Подожди. Откуда они взялись? Так они уже взялись! Откуда? Да какая разница? Это сейчас уже есть. Это есть, всё! Оно когда-то было, да, ты давно это сделал, молодец. Оно, всё произошло, всё. Я тебя поздравляю. Ты уже в том мире, где у тебя есть два концерта в год и сколько хочешь... Так а я разве говорю, что я не в том, я уже сказал, что я в нём. Сколько у тебя на этот год запланировано концертов? Ты сколько хочешь? 4 тоже классно. Ты 2 хочешь или 4? Да не, ну так не бывает. Можно 2. 2, завтра могу 4. Сколько бесплатных вебинаров? Это как ты шёл с одной, а потом идёшь другой день. Сколько бесплатных вебинаров? Ой, их нету вообще. Сколько они, дай бог, 2 за весь год, их вообще нету. Сколько работы? Что ты будешь делать? Ну, я выйду, 2 часа расскажу, всё. Ты работаешь 10 часов, 300 дней в году. Нет, нет, там другая история. А сейчас новая какая-то. Да, там какая-то. Вот, Серёг, ты же знаешь, у нас есть партнёрская система, где есть куча партнёров, их тысячи, где есть капитаны, которые живут тренинг. И вот это всё как раз таки сейчас выстраиваем систему. Ну как с ним? Зачем? У тебя мастер-майндер. Не, 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 не. Так и не работай. А ты чё? Да блин, да подожди. Ты причём здесь? Ну так мне же надо людям предать, что им делать с этими людьми. Нет, не надо. А как они будут с ними делать? А тебе? Да не будет 2000, не будет 50. И не надо! Они уже есть у тебя 2000. Ты о чём ты говоришь? Они уже пришли. Тебе не надо новые 2000. Они ушли. Они с тобой, б***ь. Ты чё? Они с тобой. Они тебя смотрят. У тебя есть инстаграм, телеграм. Они тебя знают, смотрят. У тебя есть огромная база. Серёга, а мне, не, не, не. Ты хочешь через пять лет начать жить? Если так, смотри, то мы можем с тобой вообще всё нормально. Через пять лет начнёшь жить. Там будет классно, через пять лет там мастер-майнды, песок, всё. А сейчас? Да как нет, если сейчас это происходит? Не, 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 оно не происходит. Вот 10 часов, в ближайшие 300 дней, 10 часов работы. Нет, смотри, я же про это тебе говорю, что ты говоришь, а зачем тебе это надо? Но, смотри, для того, у тебя есть система. Вот у тебя есть система? Да. Какая? Ну, как-то, при ты каждый день выставляешь stories. У меня система? Да, ты по ней работаешь, ты выставляешь stories, ты катаешься на яхте, ты транслируешь образ жизни. Это система. Хочу я сейчас, я хочу, я буду три недели не выходить в stories. Как ты думаешь, моя жизнь изменится? Ну, думаю, через какое-то время, да. Нет. Ну, хорошо, если три года. А ты что, планируешь три года ничего не делать? Вот, я об этом и говорю. Но ты к этому пришел, оно у тебя есть. Дима, ты пришел, ты пришел. Да. Смотри, оно не когда-то, оно сейчас уже. Ты пришел, ты молодец. Помнишь, решение принимается, либо постепенно, либо сразу? Ну, ты как хочешь, сразу или постепенно? Сразу, через постепенно. А, ну, хочешь себе нахать немножко, да? Серег, да я стою согласен, я сейчас его выведу, мне кажется, что он не больше. У тебя плацдарм гораздо больше, чем у меня, конечно. Ты 10 лет ведешь тренинги. 55 тысяч человек, у тебя 6 миллионов, как-то физически. Нет. Это другие 6 миллионов, которые смотрят танцы. Ребят, как у Тони, если вы окунетесь в его базу, там просто десятки миллионов людей, а у меня нет их. Окей, окей, конечно, ты еще недостаточно хорош. Нет, я очень хорош, вы не навяжете мне это вопрос в том, что эту экспертность как раз-таки и нужно раскрыть. Этого недостаточно пока, да? База недостаточно? Нет, нет, нет. Подожди, что, фундамента недостаточно или что, опыта может быть? Чего недостаточно, чтобы начать жить так, как ты хочешь? Так я живу так, как я хочу. Нет. Почему? Я не знаю. Я тебя спрашиваю, что ты хочешь через 5 лет? Смотри, смотри, смотри. Ты говоришь, я хочу 2 концерта и чилить везде, с семьей, ездить по городу. И брать, например, ну смотри, самое дорогое наставничество у кого в стране было сейчас. Я просто спрашиваю. Дима, я тебе говорю про то, что про твоя жизнь. Я в первый раз жил в жизни сейчас наставничество за полтора миллиона. Ты здесь сейчас можешь принять решение, которое изменит всю твою жизнь. В чем это решение? Объясни мне, скажи мне, в чем оно. Чтобы не заниматься никакой хуйкой. Какой? Которой ты занимаешься. Так она мне нравится, почему ты меня не нравишься. Она тебе не нравится. Как не нравится? Потому что ты хочешь, ты только что сказал, я хочу путешествовать с семьей по разным локациям, чтобы ко мне туда приезжали люди, мы встречались, это мастер-майнд, они мне платят деньги. И 2 концерта в году. Да, и ты мне сказал, вот, и ты мне дал рекомендацию. Я не даю тебе форму. Ты дал, ты дал, ты стал изменить форму. Я тебе говорю, это начинается прямо сейчас. Да, так а я как возражаюсь? С данного момента, смотри, в этом году у тебя не будет ничего в твоей жизни. Нет, я обожаю то, что я провожу, я не могу брать тренинг, мне нравится выходить. Зачем ты меня лишаешь этого? А почему ты через 5 лет хочешь тогда делать 2 концерта? Так оно и есть сейчас 2 будет. Ты уже достаточно хорош, чтобы сейчас, та жизнь, о которой ты мечтаешь через 5 лет, началась прямо сейчас, с этого момента. Смотри, представь, что есть пустота и ничего больше нет. Да, ноль. Из нуля. Вот как выглядит вот этот вот твой священный год через 5 лет? Ну вот так. Вот как так? Вот там есть? Ну только денег мало. В смысле мало? Ну вот так и мало денег. А почему мало денег? Ну вот, ну вот, ну потому что 5 человек и по 8 миллионов рублей. Ну прям сейчас это можно делать. Так, погоди, что тебе не хватает для этого? Ну имеется в виду, что, почему ты взял 5, скажи мне, а не 10. Я хочу, я что понял. Ты сказал через 5 лет? Да, только единственное, так будет денег мало. Вот так. Почему? А тебе что, обязательно так? Нет, не обязательно. Сколько тебе надо, человек? Ну, например, нет, человек как раз вопрос в другом. Сколько это будет стоить? А я не знаю. Нет, сколько денег тебе надо? Пока не знаю. Сколько вот на год надо? Ну миллионов 500. 600. Кудатых? Чисто. Чистая прибыль? Да. Что ты будешь там делать? Ну не знаю, вот отдыхать буду. Может быть какой-то остров кофе маленький построю там, да. Ты издеваешься? Ну давай, давай 500 миллиардов. Ты мне объясни тебе для вот той жизни, которую я это писал. Да для него вообще там копейки нужны. Причем здесь? Для этой жизни. Я же тебя спросил, что ты хочешь распять? Ты говоришь, два концерта давать. Ну, два возгруппления своего тренинга. Там и плюс концерт замешивать, да. И, допустим, там 12 встреч в году. Каждый месяц встреча в разных локациях по всему миру. С классной группой людей. Пусть их будет там 10, 15, 20 человек. Может быть 30, сколько угодно. Чтобы они тебе платили деньги. Да. И все. И вот смотри. Давай представим, что это все возможно без того, что тебе не нравится делать. Давай. И можно делать только то, что нравится. Давай, чтобы я убрал. Давай я вот так пойду. Чтобы я убрал. Можно с собой? Нет, подожди, чтобы ты оставил. Нет, смотри. Чтобы я убрал, я чтобы... Чтобы ты оставил. Я бы тренинги оставил. Хорошо. Я уже о них говорил. Хорошо. Ну, так вот два тренинга. Да. Нет, два этих больших. Еще же есть. У меня куча программ есть. Как ты считаешь, 12 встреч мастер-майндов с людьми, которые будут вокруг тебя? То есть, насколько это тебе будет интересно этим заниматься? Ну, прикольно было бы, да. Это дает тебе вот эти вот деньги. Все дает у тебя. То есть, смотри. Представь, что это уже само по себе приносит столько денег, что тебе больше не надо. Ну, то есть, у тебя все офигенно. Постоянно еще увеличивается, потому что люди друг другу рекомендуют. Они приходят новые. Короче, все это. Вот оно разрастается, разрастается. Супер. И это есть. Это возьмем за базу. Номер один. Потом есть еще концерты. Два концерта. Да, в год. Да, да. Они тоже есть. Да. Достаточно ли тебе каждый месяц встречаться с людьми? Это будет, ну, если там 20 человек, это будет 2-3 дня. Надо будет разводить. То есть, это уже 3 дня. Ну, да. Три рабочих дня, да. В месяц. То есть, достаточно ли этого тебе будет, чтобы выплеснуть свой коучинговый потенциал? Ну, плюс-минус, да. Достаточно. Все супер. Достаточно тебе двух очень больших концертов, чтобы выплеснуть свой масштабный потенциал. Вот этот вот хочу масштаб. Тут 2-4. 2-4, окей. Ну, потому что, да, это прикольно. Ну, это как, понимаешь, как музыканты. Не, может быть, я не знаю, я не понимаю. Они не умеют давать концерт один раз в год. И для них... Не, умеют, умеют. Ну, закрываются. Бейонс раз в 5 лет. Смотри, ну, нет. Нет, она 5 лет не дала концерт. Вот сейчас дала. А до этого шарашила, она визела. Это просто период времени какой-нибудь творческого кризиса у них бывает. Кто как хочет. Да, как хочет. Но вот в начальном этапе мне это прикольно. Мне это кайф. Ну, давать вот народ. Ну, сама музыка, это мне. Это не им, это мне, понимаешь? Супер, супер, Дим, все. Это мне. Ты супер, даешь? Ты же можешь их давать на мастер-майндах. И будут приезжать еще люди, которые будут на концерт. Да, можно здесь поставить. Вот, супер, да? Я уже думал об этом. Все, можно? Можно, окей. Теперь давайте другие сферы просто посмотрим. Ты можешь там серфить по нравовски, ты понравишься? Серфить классно, мне понравилось. Серфить будешь? Да, я бы вот это сделал, точно сделал. Тебе потом... На яхте мне очень нравится ходить. Это сто процентов. Тебе нужны репетиционные базы еще, да? Ну, саундчеки. Ну, чтобы какую-то музыку писать в такой студии. На это тоже нужно время, правильно? Да, конечно. Супер. Семья. Ну, конечно. На нее тоже нужно время, правильно? Друзья. С ними тоже нужно пообщаться. Ну, Косенко же будет приглашать? Да, родители. Конечно. Тоже на них время надо, да? То есть, вот смотри, уже у нас как бы много чего надо, на что можно еще отложить времени, да? Само собой, еще вопрос путешествий, посещения стран, он вообще классный. То есть, вот новые локации, это вообще еще путешествиям очень классно. Вот, смотрим, там 150, смотри, у нас 130. У нас много дел, разных, да? Смотри, много разных дел. И одна из них, это вот коучинговая история, да? То есть, вот достаточно ли тебе реально этого? Ну, вот честно, вот так вот, достаточно? Есть еще и очень интересные люди, это что-то типа, ну, вот те, которые в нашей системе работают, это что-то типа таких организаторов, их достаточно много, какой-то VIP-мастер-майн делают для них, потому что, ну, они правда прикольные, хорошие, интересные. Вот они вот, чтобы их собирать, вот еще вот это добавить. Пока очень много лишнего. Столько кайфовых дел, а тебе приходится заниматься некайфовыми. Тех дел, которые уже есть, мастер-майн, тренинг для тренеров, стратегия, то есть, это уже есть, и на это надо времени не так много. То есть, это там 30% твоего времени, скорее всего. Все остальное, это еще 60% времени. Еще всякие там experience, и можно там самому тоже поразвиваться, куда-то поехать, вот мастер-майн, еще что-то. И тебе получается, что для этого ждать 5 лет не надо? Нет. И можно уже сейчас? И все, что надо, это вот вам сесть и обговорить. То есть, смотри, все, что ты делаешь, но тебе не нравится, то, что не попало в этот список, а, наверное, там много всего. Важно, что если тебе кажется, что для того, чтобы сделать вот то, что ты сказал, нужно много поработать, нет, это нужно просто заявить об этом. Да, нет, это решение. Да, то есть, это просто ты заявляешь о том, что тебе это нравится делать, и у тебя на самом деле есть точно люди уже, наработанные за 10 лет, которые тебе придут и будут у тебя покупать. Все. И когда ты будешь то, что делать, то, что ты делаешь, из того состояния, когда у тебя 60% твоя реальная жизнь, ну, это тоже реальная жизнь, но 60% твоя кайфовая жизнь, в которой ты делаешь то, что тебе нравится делать, эти люди будут получать гораздо больше пользы и они будут еще больше рекомендовать другим и это снова становится еще дороже 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 и как бы и и будет все меньше ты больше все меньше и меньше людей брать потому что это будет тебе ну типа какой смысл ты будешь просто понимать уже окей если я вот как он как у меня помнишь когда мы с андреем с тобой переписывались и когда андрей говорит я говорю давай давай завтра с тобой созвонимся по поэтому по наставничеству он говорит он пока отвечал я уже договорился с кем-то другим я грану андрей да тогда тогда через день не не за не завтра а после послезавтра он будет а можно побыстрее грине у меня очень плотно все расписано а у меня плотно расписано потому что я здесь но я говорю что типа я встаю в 10 потом я завтракаю потом мне не надо никуда торопиться я там просто по и прихожу на там полежать на солнце потом я у меня есть два звонка с часа до трех час до двух с двух до трех 3 в пол четвертого у меня начинается серф я иду мне до заката серф я прихожу немножко отдохну всем я иду ужинать и потом я я все и как бы день прошел потом вечером мы с саш сможет сериал и у меня нету там времени чтобы заниматься еще какими-то делами то есть не кому-то кажется что дела и бизнес это сильно важнее чем все остальное но если научиться получать удовольствие от всего остального то ты просто когда ты поймешь какой уровень удовольствия от проживания этой жизни у тебя будет искренний вопрос как у меня искренний вопрос зачем я буду звонить человеку который мне не нравится звонить зачем я буду встречаться с тем с кими не нравится встречаться чем я буду обсуждать тему которыми не нравится делать зачем мне все это делать если я в это время могу поужинать с любимой женщины например почему я должен это делать это же странно понимаешь и все когда ты вот из этой точке начинаешь уже жить то тебя просто в голову не придет делать что-то лишнее ты будешь делать только только вот самое 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 важное и все твоего задача на этот месяц только одно смотри твоя задача это не делать наводила не нравится тебе не нравится и делать только тоже тебе нравится и давай так давай сделаем такое упражнение короче пусть будет у нас у нас тренинг вас упражнение суть такая ты что-то сделал за день да ну не надо прям типа я спалил там ну то есть что-то сделал какое-то дело знаешь там встретил жену там по за дала еще что то есть и напротив каждого писать от 1 до 10 насколько тебе это понравилось эмоции короче просто насколько пациентом надо очень можешь написать ощущение еще но главное оцифровать от 1 до 10 только вам не на ни себя не нас станет понятно что что в жизни вообще в целом мало чем можно заниматься в целом занятий мало кажется что busy busy но на самом деле занятий мало и от того насколько ты получаешь удовольствие от каждого конкретного занятия от этого и зависит твое глобальное счастье и удовольствие вот я например сюда шел я думаю так но мне надо переместиться из точки а в точку б я думаю мне прикольнее сделать это по дороге а там ближе и понятней либо по воде и по песку я думаю ну конечно по воде мне прикольный ну типа классно вода солнце красиво очень я пошел по воде хоть это было чуть подольше но я иду и как бы мне нравится и когда ты каждое решение в жизни принимаешь реально понимая уже перед потому что у тебя же был предыдущий опыт ты понимаешь что если ты общался с одним человеком тебя босни мне комфортно то второй третий раз ничего не изменить скорее всего поэтому ты это уже понимаю ты просто не совершаешь этих ошибок главное понять что это касается абсолютно всего это ник это не касается только еды например есть да или не касается прогулки по океану что людям кажется от прогулка по океанам это красиво а вот моя жизнь реальная жизнь в офисе она красиво быть не может хотя на самом деле первое зачем она в офисе второе может ли она быть красиво если тебе нравится офис даже нормально сделай красивый офис сделай красивых людей сделать так же все приходили как на праздник ты будешь ним приходите кайфовать это все в твоих руках хочешь поставь там бар с кофе хочешь там что хочешь хочешь пентхаус с ними чтобы красиво если тебе нравится в офисе просто все можно сделать красивым и все можно от всего можно получать удовольствие нет исключений вот абсолютная чистая кристальная честность собой все что на самом деле хорошо и на самом деле приятно на самом деле нравится это надо делать и все и тогда жизнь становится такая простая вот все делаешь да и потом через неделю самое сложное не смотри не ниже десяти а то есть от 9 вот ты сейчас поднял слишком ставки до свидания пошел но не ну вот не рыба нравится на 8 ну вот как именно какой-то тип рыбы именно это именно в этом ресторане в рыбном там на берегу но подожди и тогда мы не ставим с тобой я-то другу по-другому твое упражнение понял так сейчас все понятно но это не значит что то что мы записали и был на тройку она не может превратиться на 10 не что да может быть я просто думал ты думал ты меня убрать это вообще не творит ты можешь жизни она завтра на 10 теперь я понял что сказал главное не на да я понял вот сейчас я понял я просто не понял смотри наша задача стать ребенком который выбирает только мороженое вот представь что весь мир это мороженое да окей это я сделаю легко мы все это мне даже задача мне даже нравится